Новости Десятки жилых домов и хозяйственных построек в американском штате Оклахома в субботу из-за бури и торнадо получили повреждения. Как сообщили местные власти, электроснабжение ряда районов нарушено. Пока данные предварительны, но мы получаем много сообщений об ущербе, нанесенном линиям электропередачи, хозяйственным постройкам, отметила официальный представитель чрезвычайных служб штата Келли Кейн. В начале мая в штате из-за сильных бурь пострадали около 30 человек. Утонула женщина, которая пыталась укрыться в подвале собственного дома. Из-за дождей помещение было затоплено. В 12 округах Оклахомы тогда был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Этартас. Сидни Кросби из сборной Канады по хоккею становится чемпионатами мира. В финальном матче в Праге кленовые листья не оставили шансов российской команде, разгромив подопечных Олега Знарко со счетом 6-1. Сам Кросби записал свой актив в голую и голевую передачу. Победив в Праге канадский форвард, стал 26-м членом элитного тройного золотого клуба. В него входят только победители трех главных хоккейных турниров. Олимпийских игр, Чемпионата мира и Кубка Стэнли передают европейские новости. Бразильянка Себастьяна Мария Концейсау, которой исполнилось 51 год, на прошлой неделе родила 51-го ребенка. Издание G1 Globo, публикующая фотографии матери с новорожденным сыном, отмечает, что роды прошли нормально. Мальчик родился доношенным весом более трех килограмм. Себастьяна Мария родила своего первого ребенка, когда ей было 13 лет. В общей сложности у нее родились 10 девочек и 11 мальчиков. Публикация отмечается, что в последние годы Концейсау рождает детей одного за другим. Ее младшим детям, помимо новорожденного, год и 6 месяцев, 2 года и 8 месяцев и 3 года и 11 месяцев. Многодетная мать с мужем-рыбаком живут в деревне, расположенной в районе Аракаджу. Она говорит, что родилась на свет, чтобы быть матерью многих детей. Пишет новостная лента newsru.com Старейший католический священник мира в свои 105 лет продолжает еженедельные богослужения в церкви. 105-летний Жак Клейман является не только старейшим в мире католическим священником. Недавно он стал старейшим жителем Бельгии. Несмотря на почетный возраст, пастор продолжает каждое воскресенье совершать месы. Долгожитель родился 11 июля в 1909 году в голландской Гааде. Вступил в орден латеранских каноников и в 1936 году был рукоположен в сан священника. После Второй мировой войны, получив назначение в провинции Эно, пастор начал сбор средств на строительство церкви, которая была освящена в честь святого Бенедикта в 1958 году. До сих пор отец Жак является настоятелем этого прихода, передают новости СНЛ. Складной велосипед VELIN от французской компании ISOCYCLE представляет собой уникальное и мобильное транспортное средство, которое с легкостью можно перевозить и хранить в квартире. В комплекте к велосипеду поставляется дополнительная вешалка-подставка из нержавеющей стали, которая позволит поместить велосипед в прихожей или любом другом удобном месте. Данная стойка является практичным решением для владельцев небольших квартир или студий с ограниченным запасом свободного пространства. На стойку можно вешать не только велосипед, но и верхнюю одежду и головные уборы. В комплекте также поставляется съемное зеркало и небольшая подставка для хранения ключей и мелочи. В сложенном состоянии велосипед VELIN можно переносить с помощью специальной ручки. Его можно привести в собранное состояние всего за 7 секунд. Необходимо просто встряхнуть, чтобы освободить шарнирную вилку и заднее колесо. После этого остается закрепить седлодержатель и руль велосипеда посредством специальных рычагов. Разработчики заявляют, что велосипед VELIN находится в ранней стадии разработки, поэтому итоговая модель может сильно отличаться от последних технических параметров, заявленных на сайте компании. В настоящее время велосипед весит 12,5 кг, имеет 5 передач, а также специальную раму и композитные 20-дюймовые колеса. Кроме того, в описании были заявлены полностью закрытая цепь, гибкая задняя подвеска, съемные огни, дисковые тормоза и брызговики. Согласно предварительным данным компании, складной велосипед должен был поступить в розничную продажу еще в прошлом году, однако окончательный вариант устройства до сих пор не готов. И представители компании ISO Cycle заявляют, что нет никаких обновлений относительно даты выхода. Тем не менее, велосипед VELIN и подставка из нержавеющей стали уже доступны для предварительного заказа с бонусной скидкой в 10% на сайте VELIN.com. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 20 мая в 1799 году родился Анре де Бальзак, величайший французский писатель, основоположник реализма в европейской литературе. В этот же день, в 1899 году, родился Александр Дейнека, советский художник, создавший знаменитую картину «Оборона Севастополя». В 1946 году родилась американская певица Шер, получившая всемирную славу после выхода песни «Belive», где впервые был использован синтезирующий голосовой эффект вакодер. 20 мая в мире отмечается Международный день метрологии. На Кубе – День независимости, а в США – День миллионера. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте radiovector.org. У микрофона был Анри Юлиан. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok